а друзья всем привет в общем не дает мне покоя вот эта штука как ее правильно назвать я не знаю в общем хочу ее запустить так чтобы она все таки хоть как-то сама вращалась кто-то там уже пишет в комментариях токарный станок нет мужики будет просто станок если стоит токарный патрон это не значит что он будет токарным хочу его запустить буду использовать вот такой двигатель от стиралки с регулятором оборотов он 350 ватт 17 с половиной тысяч оборотов в общем этот шкив 100 150 этот шкив 112 маленький в общем нужно сюда сделать максимально большой шкив поставить максимально возможной который сюда можно установить будет он самодельный в общем сейчас покажу я уже все придумал а сюда нужно изготовить шкив максимально маленький который можно сюда сделать и воткнуть в общем здесь будет шкив на 240 здесь будет шкив на 50 если редукция редукция получится значит 50 и 240 это понижение не будет в 4 и 8 раза соответственно 17 половиной тысяч делим на 4 и 8 получаем где-то 3600 оборотов на максималке будет вращаться патрон соответственно регулятором убираем выходит на минимум сколько будет минимум я не знаю у меня нет вот этого прибора как он там называется который обороты меряет напишите в комментариях я может закажу потому что я понятия не имею как он называется вот 3600 на максималке если использовать этот шкив и шкивок на 50 и шкивок на 150 будет где-то примерно понижение в три раза до соответственно и максимальные обороты будут 5 800 мне обороты не нужны мне чем меньше тише он будет работать тем для меня удобнее давайте сейчас снимаем этот шкив и сюда ставим то что будет являться шкивом и покажу как сделать вот сюда шкивочек простой без сварочных работ без токарных работ и он еще будет железным интересно смотрите дальше не интересно но не смотрите погнали так продолжаем значит была вот эта втулка здесь ее если можно так назвать втулкой к ней приварил с обратной стороны проставочную шайбу с классики кто не знает мужики это стоит вот здесь вот перед классическим тормозным диском ну как вы догадались да что здесь шкивом будет являться тормозной диск но шестерочный мужики шестерочный он здоровый поэтому будем использовать девятошный он поменьше в диаметре но он прикручиваться будет с той стороны сейчас я откручиваю три контрольных болта контрагающих которые к контре до на валу все это дело здесь все было одно отверстие и контрилась она вот таким вот я не знаю такую вот таким болтом по шестигранник закручивалась и все в общем просверлился нарезал резьбу и использовал обычные болты восьмерочка с трех сторон то есть добавил два отверстия за там сделал потай сейчас покажу сейчас откручусь романию снимать так вот они потайчики вот это было я сделал свои там где мне нужно приварил с этой стороны там где будут прикручиваться там соответственно не проваривал и проварил изнутри все это дело в диске в диске есть два отверстия вот таких вот до под направляющую в общем на шайбе под направляющую 4 отверстия на 8 нарезал резьбу на 10 в 2 просверлил в проставочной шайбе на 10 прикрутил просверлил в диске еще на 8 нарезал резьбу вот она резьба это там где направляющие и также нарезан м10 да и просверлил четырьмя болтами м10 будет это все дело теперь крепится сейчас затягиваю не посмотрим на 12 или на 14 здесь да я не помню насколько полно на 14 12 да нет это 12 использовать не буду достаточно будет вот десятки четыре штуки они уже мне готовы и вот они мужики я их также укоротим по размеру так чтоб они не дальше вы не вылазили дальше чем надо все сейчас закручиваю так вот болты срезанные под самое самое чтоб ничего не мешало сварка внутри остается да кстати вот они шайбы которые прижимные зажимают подшипник здесь есть конус здесь на диске тоже есть такую фасочка и здесь фасочка данный конуса фасочка когда перед тем как варивать все это бутерброд собрал собрал бутерброд вставил шпильку мужики ну таким вот образом сюда предварительно отдел на шпильку шайбу с этой стороны она вылезла накрутил гаечку зажал губы здесь гайку затянул и на диск сам себя центровал на тех конусах они чудесным образом друг друга дополнили соответственно была прикручена шайба а это по плоскости и прижало все сейчас притяну вот эти болты и продолжим так болты тоже укоротил так чтобы они по максимуму были короткие чтобы они не торчали вверх соответственно все они проходят мимо тех болтов и нигде ничего никому не мешает вот что у нас получается не знаю как показать крутите держать телефон неудобно все шкив 240 здесь по минимуму получается остается только его здесь отдать токарю чтобы он вытащил ручей один ручей шаблончик мужики у меня есть вот такой алюминиевый шкивочек на 65 он такой же в общем любой ремень генератора спокойно сюда станет диск он не изношенный абсолютно толстый этого будет достаточно я уже проверял с этим разобрались то есть он еще тяжеленький и будет как инерция до по инерции помогать не останавливать патрон ну как вот она как их называют которые ветки дробят эти аппараты да там маховик вешают с другой стороны чтобы была инерция так точно примерно я думаю будет и здесь вот давайте делаем теперь маленький шкивок на 50 так ну первым делом чем что я буду брать две вот такие усиленные шайбы под 16 мужики болт шкивок буду использовать как шаблон это шкив из генератора с какого-то но он здоровый соответственно наковаленка вот так вот вожу беру шайбу вожу внутрь здесь вот есть выемка такая вот полукругом вкидываю болт и начинаю сюда вот сандалить кувалдой попробую по одной рукой будет громко мужики на верстаке сейчас все прыгать будет это дело я на наковальне ночь придаем немножечко форму вминаю туда почему использую шкивок но он уже дальше не согнет чем положено чем нужно вот такая получается штука чашка можно проверить если маловато можно будет еще немножечко пригласить вот за этой стороны все снимаю видите да как то как то так вот она чашка есть вторую делаем аналогично хотя и уже сделал вот она теперь надо их вот так мужики соединить ну таким вот образом как показываю и так две шибухи согнули меряем вал этот на 15 этот на 9 у меня обрезаны немножечко и я засверлился нарезал резьбу теперь надо все это дело как-то соединить нашел вот такую втулочку она железная но она на 8 поэтому рассверлил одну из втулок где она вот она вот так вот это дело получилось обрезал ее по размеру и сейчас просверлил ее сверлом на 9 здесь имеются шлицы в общем с одной стороны немножечко болгаркой выровнял так чтоб можно было шкив зажимать теперь надо все это дело сюда набить набивать буду сейчас болт зажимаю в тисы до чехол открутил магнит снял болт ставлю на вал так чтобы не выскочила не выбила с подшипников ничего там не сломала только так насаживаю эту втулочку туда до конца так дальше втулочку набил сейчас со стороны где я там стачивал вал до втулку тоже чуть-чуть болгаркой снимаю так чтобы видно было вал сточенный так вот так вот это дело получилось видно да надеюсь наверное как показать все теперь сюда а наш нам шкивочек сделать до соединить шкив соединяю шкив буду вот такой вот гайкой откуда она я думаю объяснять не надо да видно откуда она это вот нижняя часть которая закручена в блоке так здесь внутри снял немножко фаску потому что она как бы ровная но я чтобы она глубже чуть-чуть садилась сейчас покажу фаску снимал вот вот такой фрезой она вот ровненько и чтобы здесь конус чтобы она более-менее как-то туда хорошо засела кстати да я же говорил да здесь на 12 вот здесь она как раз на 12 резьба на 11 проходит прошелся и значит сверлом ровно на 12 убрал внутри резьбу он и остатки так теперь скручиваем вот так вот накидываем сюда должно влезть если не влазит закрутить сейчас накину сюда шайбы повертеть короче одной рукой неудобно как то так так вот так завинтил получается мужики его такой шкивок на ровно на 50 теперь нужно его скрутить с этой стороны конечно можно гаечку прихватить к шайбе но я приваривать не буду сейчас ее скручу нужно будет еще одна гайка вот такого плана это с передней ступицы классика они есть левые есть правые нам соответственно нужно правая здесь имеется юбочка но это новая есть вот такого плана до которой заминались можно их использовать не по плоскости ровные я новенькую поставлю вот этой юбкой мужики во внутрь резьба один в один теперь закручиваю туда часто в тисы зажму ключ и здесь вот здесь вот эти грани на 21 то есть под обычный свечной ключ на 21 и затягиваю все это дело так затянул затянул мужики гайку зажимал ключ ставил свечной вот в тисы не сверху другим ключом прям протянул капец капитально проваривать не буду но мало ли что если что можно всегда разобрать с одной стороны просверлился нарезал резьбу м6 вот прямо прямо вот насквозь теперь сейчас шкивок набиваю вот сюда таким образом чтобы винт был со стороны вот этого плоского вот так плотненько войдет он даже если ржавчину вот это убрать детство то он и так оденется в принципе набью сейчас слегка и поджимаю так ну так вот поджал если видно там болт вот он поджался это от проворота шкива а если вдруг ослабнет чтобы он не выскочил с торца закручиваю вот этот болтик он прижимает абсолютно все сейчас притяну все были все это дело вот таким вот образом так подключать не буду биение конечно же есть учитывая то что его только что сделал в течение тут я не знаю 15-20 минут но не повлияет на работу вот здесь и чуть отпустить и поправить эту шайбу может даже будет все замечательно вот так согнулась в общем ремни ремни сюда пойдут с генератора что сюда что сюда абсолютно по любой подходящий ты на москвичевский становятся они мужики прямо капитально ну там соответственно в клин как показать то там зазора хватает так он идет вообще на нет здесь тоже проточиться ширины хватает это вот один момент да и это по моему аковский если я не ошибаюсь здесь тоже ширины хватает соответственно все становится под самый верх можно использовать будет зубатые ремни у них огибаемость еще лучше вот скорее всего подберу по размеру я не знаю где будет двигатель стоять подберу по размеру зубатый ремень с генератора все шкив на 50 я уже говорил да где-то у меня тут высокоточные приборы есть сейчас если видно ровно что не хочет фокусироваться ровно 50 вот 50 240 48 из 17 с половиной получаем 3 600 все это сделал абсолютно абсолютно быстро наверно будет стоять либо вот так либо вот так ну это разберемся с этими моментами вот так все на этом все токарю отдаю будет готова будем ставить ну а кому понравилось мужики идея это это как вариант обязательно оцениваем это можно собирать ими датчик прикручивать на место как то так всем пока скоро увидимся